Теперь еще один актуальный вопрос, связанный с наступившим годом Шмиты, седьмым годом. Как покупать овощи, фрукты на рынке, в магазине? Как быть? Нельзя торговать овощами Шмиты, которые выросли в седьмой год, которые собраны в седьмом году. Как быть? Значит, мы хотим сказать, вот у нас здесь есть документ у нас в нашем магазине, где продают овощи, фрукты. Супер, как это здесь называется. Есть такая вот интересная бумажечка. В ней написано документ о том, что мы назначаем посланниками. Кого? Я, ниже подписавшийся, назначаю комитет, департамент кашрута нашего города, в котором я живу, и всех оптовиков, которых они назначат. быть, в том числе хозяином определенного магазина, быть моими посланниками для того, чтобы купить, закупить все овощи и фрукты у кого, интересно, у неевреев. Потому что если что происходит, еврейские плоды мы не имеем права ими торговать, но не еврей, который вырастил плоды в земле Израиля, то мы имеем право закупить у него эти плоды, он имеет право получить деньги, а мы платим только за труд вот этого нашего посланника, этого нашего продавца, которого мы послали. То есть мы теперь как бы с ним стали компаньонами. Мы его назначаем нашим посланникам для того, чтобы купить нам уже заранее заказанные нами овощи и фрукты. А если он привезет, мы должны прийти туда их забрать, все забрать. Вот тут такой сложный момент. Мы говорим, что мы, он берет примерное количество, а мы, в принципе, приходим туда купить больше или меньше количества людей. Но смысл этого, что мы не торгуем плодами, а мы что делаем? Мы оплачиваем ему его старания. Теперь, кто сказал, в принципе, что у плодов, которые вырастили неевреи на земле Израиля, есть святость седьмого года? Это, на самом деле, большой спор мудрецов. В Иерусалиме было принято много лет, что то, что вырастили неевреи, не несет святости седьмого года. Хазуниш считает, что есть у этого святости седьмого года, и поэтому каждый должен проконсультироваться со своим раввином и принять решение, как он будет себя вести. Но это все только относится к плодам, которые вырастили неевреи. То, что вырастили евреи, это однозначно у него есть святость седьмого года, и невозможно этим торговать. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.